Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Числа», и мы будем читать 21 главу. «Хнанский царь Арата, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогой от Афарима, вступил в сражение с азраилетянами и несколько из них взял в плен». Это первая тема – победа над царем Арата. Следующая тема – ядовитые змеи. Моисей делает «Медного змия». И следующая тема – странствование по пустыне, песнь о колодце. И следующая тема – победа над Сигоном, царем Амарийским, и победа над Огом, царем Вассанским. Итак, царь, хнанский царь Арата взял в плен израильтян. «И дал Израиль обет Господу и сказал, «Если предашь народ сей в руки Мои, то положу заклятие на них». Израильский народ дает обещание Господу. «На города их Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них, и на города их, и нарек имя месту тому Хорма». «Хорма» – это значит заклятие. Имеется в виду, что все это проклято, никто не будет ничего брать из этой добычи. Все как бы посвящается Богу, который обеспечивает победу. Далее. «От горы Ор, то есть от горы Света, отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, потому что жители Едома запретили им проходить через их землю. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища, и послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Вот эти змеи, они символически как бы представляют собою смертные грехи. Потому что, как известно, бесы пленных не берут, если они цепляются за человека, то хотят до гробовой доски его довести. И эти змеи жалили людей, и люди умирали, и умерло множество народа из сынов Израилевых. «И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя, помолись и Господу, чтобы он удалил от нас змеев, и помолился Моисей Господу о народе». Конечно, вот когда мы все это читаем, дорогие отцы, братья и сестры, поражаешься кротости Моисея. Сколько раз на него роптали, наговаривали, клеветали. Причем иногда это делали самые близкие люди. А Мариам и Арон. Мариам даже за это была покрыта проказой. И Моисей преодолевает свое негодование. И когда к нему обращаются с просьбой, он как бы забывает все плохое, что сделали ему. «И помолился Моисей Господу о народе, и сказал Господь Моисею, сделай себе медного змея, и выставь его на знамя, то есть на шесте. И если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, то есть повесил на шест. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, остался жив. Если змей символизирует смертные грехи, то мы, ужаленные, уже инициированные вот этими страшными грехами, сраженные ими, на что должны смотреть? Христос говорит, «Как Моисей вознес змея в пустыне, так надлежит быть вознесенным Сыну Человеческому». Сказано в Библии, взирайте на начальника жизни, то есть Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И когда мы, уже ужаленные смертными грехами, приобщенные к ним, взираем с надеждой, с чувством покаяния на Христа, созерцая его очами веры, он может исцелить нас от смерти любого греха, от любой греховной заразы, от греховного яда, который уже проник в нашу кровь, потому что он силен сделать нас новыми людьми. Далее говорится о странствовании по пустыне и песне о колодце. И отправились сыны Израилевы, и остановились в Афоре, и отправились из Афоры, остановились в Эй-Авариме, в пустыне, что против Моава, к восходу солнца. Оттуда отправились, и остановились на долине Зарет, отправившись отсюда, остановились у той части Арнона, в пустыне, которая течет вне пределов Амарея, ибо Арнон, то есть река, вот это граница Моава, между Моавом и Амареем. Потому и сказано в книге «Брани Господних», в Агеб, в Суфи, и потоке Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару, прилегает к пределам Маава. Мы видим, что бытописатель этой книги, Моисей, очень хорошо знает всю эту местность. Он указывает изгибы рек, он говорит о горах, о равнинах, потому что он исходил многие эти земли, когда в течение сорока лет он пас овец священника Модиамского в пустынях. Здесь упоминается книга «Брани», и дается как бы цитата из этой книги. В Библии есть упоминание разных книг, даже отсылка к ним. Это значит, что эти книги были известны во дни Моисея, но многие из них они утеряны. И это не просто так, потому что, если говорить о Библии, у пророка Иеремии сказано, что Бог бдит над своим словом, то есть бодрствует, оберегает свое слово. Но были разные другие какие-то книги, писания, которые не имели статуса именно слова Божия. Отсюда отправились к БР, это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею, собери народ и дам им воды. Тогда воспел Израиль песню сию, наполняйся, колодец, пойте ему, колодец, которые выкопали князья, вырыли вожди народа законодателям жезлами своими. Законодателям, то есть Моисеем, жезлами своими. Вот такой поэтический гимн предлагается здесь. Отсюда отправились к БР, само слово БР означает колодец. В еврейском народе даже есть такая легенда, сказка, что колодец начал ходить за ними. Воспетый верующими людьми колодец, он решил не покидать верующий народ, тем более, что никогда никто не воспевал этот колодец. И он двигался по пустыне по мере того, как они шли. Конечно, это легенда, сказка, но есть смысл этой легенды. Где бы они ни были, они находили новый колодец, в каких бы стесненных обстоятельствах они ни были, Господь не бросал, не покидал их. Из пустыни отправились в Матану, из Матаны в Нагалиил, из Нагалиила в Фомоф, из Фомофа в Гай, который в земле Маава, на вершине горы Фаски, обращенной лицом пустыни. Вот как раз эти детали, видите, на вершине горы, обращенной лицом пустыни, это очень хорошо надо знать всю эту местность, чтобы так хорошо ориентироваться. И послал Израиль послов к Сигону царю Амарейскому с предложением мирным, чтобы сказать, позволь мне пройти землею твоею, мы пойдем дорогою, не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей твоих, а пойдем путем царским, то есть срединным, доколе не перейдем пределов твоих. Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы и собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля в пустыню и дошел до Иоации и сразился с Израилем. Возможно, что вот эти царьки рассуждали так, евреи идут по пустыне, они очень изнуренные, но все слыхали, что они вышли с богатствами из Египта, золотом, серебром, и для этих царьков, возможно, они выглядели как очень легкая добыча, но они нарушали закон гостеприимства, принятый на всем Востоке, поэтому нападая на странников, они, эти царьки нарушали даже сами языческие законы, которые наставляют и учат, что надо заботиться о странниках, о путниках, воспринимать их как гостей, кормить, поить их, и даже провожать какое-то время, чтобы они безопасно шли дальше. «И поразил его Израиль мечом и взял во владение землю его от Орнона до Иавока до пределов Аммонитских, ибо крепок был предел Аммонитян. И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах Амморейских, и в Эсифоне, и во всех зависящих от него, то есть окрестных городах, ибо Исифон был город Сигона, царя Амморейского, и он воевал с прежним царем Мавицким и взял из руки его всю землю его до Арнона, а потому говорят приточники идите в Исифон, да устроят и утвердят город Сигона, то есть такая пословица «Ибо огонь вышел из Эсифона, пламень из города Сигонова, и пожрал Ар-Муав и владеющих высотами Арнона». Вот такой стих. «Горе тебе, Муав, погиб ты народ Хамоса». Хамос – это, возможно, одно из божеств Муава. разбежали сыновья его и дочери его, сделались пленницами Амарейского царя Сигона. Мы поразили их стрелами, погиб Есифон до Дивона, мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы. «И жил Израиль в земле Амарейской и послал Моисей высмотреть Иазель и взяли его, то есть и этот город, и селение, зависящее от него, и прогнали Амареев, которые у них были». Далее говорится о победе над Огом Васанским. Царь Сигон, царь Ок, это были очень рослые люди, как великаны. «И поворотили и пошли к Васану, и выступил против них Ок, царь Васанский сам и весь народ его, то есть единодушно, чтобы поживиться, на сражение к Адреи. И сказал Господь Моисею, не бойся его, ибо я предам его, весь народ его, и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем Амарейским, который жил в Исифоне, потому что одинаковые преступления совершают они, и поступить надо одинаково. И поразили они его, и сынов его, и весь народ его, так, что ни одного не осталось живого, и овладели землею его». как Господь и обещал евреям, что он будет воевать за них на их стороне, и здесь они действуют по благословению Божию, то одерживают победы. Так и мы, как народ, должны подчиняться воле Создателя, руководствоваться библейским откровением, даже библейскими законами ведения войны, чтобы не нарушать те принципы, которые установлены для всех людей, и многие из них, они не теряют своего значения и до наших дней. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать 22-ю главу, где рассказывается про Валака, царя Мавицкого, который приглашает Валаама, языческого пророка, проклясть израильтян, и мы увидим, что из этого получится. израильтян, Продолжение следует...